В преддверии знаменательной даты 170-летия пожарной службы Беларуси работники спасательного ведомства сделали встречу с представителями СМИ информационной и креативной. Для гостей представителей СМИ был подготовлен познавательный урок безопасности в формате открытого диалога, который провел начальник областного управления МЧС Валерий Рудольф. В порошковых огнетушителей составит сок, основной состав, а что он не чувствует. Поэтому порошковый линия, сок, вытянется. Дальше Роман. Ну, был вопрос про лифт и где скопливается дым. Я почему-то еще ответил, что еще и возле окон, что туда вытягивает. Ну, не скопится. Если его вытянет, то просто вытянет. А вот скопление сюда будет на потом. После прохождения урока безопасности стартовало обсуждение интересующих вопросов представителей СМИ. К уроку присоединились заместители начальника областного управления МЧС. Обсудили вопросы оперативной обстановки, кадровом обеспечении, работе в области информирования и обучения населения, физической подготовки спасателей, новшествах и служебной деятельности. Пристальное внимание уделили празднованию 170-летия пожарной службы Беларуси. Мы запланировали мероприятие праздничное. 25-го числа пройдет торжественный концерт. В локации улицы Ленина будут выставлены наши техники, раритетная, современная, площадки для детей. И 26-28-го в Бресте пройдет чемпионат международный сильнейший спасатель пожарный. Приглашаются 8 команд. Это Брест, все области и представители Санкт-Петербурга. Для работников спасательного ведомства 170-летия пожарной службы – это не только профессиональный праздник, а целая история, в которой веренится событий, судьбы людей. Они рискуют своей жизнью, спасая других. В последнее время, если быть точнее за полугодия, в Брестской области снижено количество пожаров на 17%. Это не может не радовать. В статистике это 430 пожаров, 43 погибших. Данные цифры по погибшим не сопоставимы с прошлым годом, но количество пожаров, как я уже сказал, уменьшилось в сравнении с прошлым годом. Спасено более 200 человек из опасных мест чрезвычайных ситуаций пожаров. Мы считаем это хорошее достижение и все усилия будут направлены в дальнейшем на усиление работы и повышение данных показателей. Основная причина – это, как правило, неосторожное обращение с огнем. Это где-то 70-75%. По погибшим до 80% граждане находились в состоянии алкогольного опьянения. Среди категорий погибших – это до 40% как неработающих, так примерно столько же и старше трудоспособного возраста. В ряд причин, еще основных, также входит нарушение правил эксплуатации электрооборудования – это порядка 30%. Как пожаров, так и пожаров с гибелью людей. Ну и где-то до 5% – это печное отопление. После теоретической и официальной части журналисты перешли в практическую плоскость. На одной из локаций центра представители СМИ ждала эвакуации из задымленного помещения. Преодолев волнение и страх, с миссией справились все. А по-моему, что это было? Вы с такими совещаниями вообще с вами не спасались. Финальным аккордом мероприятия стала демонстрация пожарной аварийно-спасательной техники. Спасибо. Спасибо. Спасибо.